Всем привет! Вы на канале Мехомозг. Меня зовут Евгений. Друзья, мой формат сегодняшнего видео несколько необычный. В основном это будет разговорный режим на моем канале идеи. Порой не самые удачные, но необычные, как говорится. Нестандартные. Каким образом я их придумываю, я постараюсь рассказать. За годы работы токарем, я токарь по профессии, ни для кого не секрет, у меня развилось пространственное мышление, так сказать, образное. Но это никакая не особенность. Что такое вообще пространственное мышление? Это визуализация трехмерных образов в своей голове. Любой технарь, в принципе, должен владеть этим образом мышления. Если у моториста спросить, вот у меня в двигателе что-то стучит, звенит, либо там скрипит, он, не глядя на двигатель, уже начинает представлять себе этот двигатель и прорабатывать варианты, что там может быть. Ну, как я уже сказал, любой технарь должен этим владеть. Бывают, конечно, исключения. Допустим, шахматисты, там великий шахматист Алёхин, он мог играть в сеанс одновременной игры на 32 досках, при этом не видя самих досок. И причем умудрялся, проводил он такую партию, сеанс на 19 досках он выиграл. Я не представляю, как это возможно. Ну, а мы говорим об обычном. Ну, постараюсь еще показать, что это значит. Вот система трехмерного моделирования. Это я все-таки решился делать токарный станочек. Хоть и говорю, что самодельные весьма уступают заводским. Ну, выглядит это примерно так. Конечно, все это в голову поместить и получится, но хотя бы отдельную деталь мастеровой должен уметь себе представить, да? Ну, это рама. Ладно, не об этом. Я просто к чему подвожу. Обычный мастеровой, начинающий, таким, собственно, я был, как говорится, самодельщик, поставив перед собой какую-либо задачу, сделать приспособление, что делает? Ищет какую-то основу. К этой основе похожую какую-то деталь, еще другую, приваривает. Приваривает третью, подгоняет оболгаркой. Оно не получается. Начинает досверливать, допиливать, доваривать. Потом понимает, что вообще ничего не получилось. Сдает ее в металлолом, делает вторую. Ну, и со второго или с третьего раза у него хорошо, дай бог, получается. Подгоняет, так сказать, по месту. Подгоняет одну деталь к другой. Никаких чертежей здесь не имеет места. Как это делаю я? Я за годы работы токарем научился мыслить пространственно. Плюс ко всему есть представление о материалах, как они себя ведут в тех или иных условиях. Есть представление о способах обработки. Токарка, болгарка, сварка. Плюс какие-то сертифицированные изделия, какие-то резьбы, какие-то узлы, может быть, редукторы, электродвигатель, насос. Конечно, раньше я тоже так делал. Брал, пилил, строгал. Сейчас я просто поставю перед собой задачу. Могу целый день лечь на диван, глядя в потолок, пролежать. Со стороны будет казаться, что я полный бездельник, но при этом я прорабатываю варианты. Прорабатываю варианты. Один, второй, третий. На самом деле это тяжелый труд, как говорил Генри Форд. Самый тяжелый труд – это думать. Поэтому этим занимаются столь немного людей. И самое главное при всем этом, что хочу сказать, самое главное – прорабатывая варианты, надо не откидывать ни один вариант. Надо прорабатывать их все. Даже самые, как говорится, невероятные. Вот в этом весь фокус. Ну, о чем я говорю? Допустим, как одевать штаны на ноги. Ну, сперва там левую штанину на левую ногу, правую на правую и так далее. Можно две сразу, можно наоборот. Одевать штаны через голову – ну, это вообще не вариант. Надо откинуть этот вариант. Нет, в этом-то и смысл, что этот вариант тоже надо проработать. Одевать штаны через голову невозможно. Было вчера, позавчера, а сегодня, быть может, придумали уже какие-либо материалы. Какой-нибудь там эластичный полиэстер. А вдруг это уже стало возможно. Может, какие-нибудь там замки, молнии придумали. И может, это уже возможно. Просто никто об этом не думал. А ты будешь первым, кто об этом додумался. Вот так. Все равно какое-то нестандартное решение. Подумали об этом, и уже это стало не так уж и невозможным. Хорошо. Придумал я какую-то идею, какое-то приспособление. Я его проработал. Мне показалось, что оно интересное, что идея, как говорится, инновационная. Что я делаю? Я не бегу искать материал, болгарку. Я первым делом сажусь за чертежи, то есть за бумагу. Стараюсь переводить бумагу, а не металл. Лучше, конечно, взять систему трехмерного моделирования. Не каждый в ней работает. Кстати, коллеги по цеху блогеры, имеете в виду, что вот теперь никакая не реклама, компас, домашняя версия. Вообще ее в коммерческих целях использовать нельзя. Но теперь официально прописано, что ее блогеры имеют право использовать для создания контента. Поэтому в моих видео теперь, возможно, будут чаще появляться вот такие сборки, какие-то детали. Потому что вот токарный станочек, да? Вот такая довольно еще сырая модель. Взялся я ее прорабатывать, как там, ну, пришло вдохновение. Опять же, друзья мои, все это, конечно, на мой взгляд, сто процентов творческая работа. Творческая, ну, даже я бы сказал, искусство. Ну, а как в любом искусстве, здесь должен быть какой-то талант. О своем таланте, талантлив ли я, ну, я не могу судить. Объективно. При этом, какое я имею отношение к искусству, друзья мои, пусть искусственное, чтобы вы могли обо мне судить более корректно, есть у меня сестра родная. Она в свое время, она художник, она в свое время закончила в Ростове художественное училище имени Грекова, она закончила художественную академию имени Штиглица в Питере. Она является членом художников, членом Союза художников России, в данный момент проживает во Франции, в Париже, участвует в мировых выставках, выставляет свои художественные картины. Вот так вот. Ну, а я живу в России, уезжать никуда не собираюсь. Ну, чтобы вы не говорили, что я все это придумал, я оставлю ссылку в описании, можете посмотреть на ее картины, но сразу хочу предупредить, что рассчитана не на европейского ценителя искусства, на обывателя бывшего соцлагеря, для обывателя бывшего соцлагера они могут показаться несколько странными, хотя более привычные нам пейзажи, натюрморты, там, портреты, она рисовать тоже умеет. Так что, кому интересно, посмотрите, друзья, мы к искусству, значит, я тоже косвенно, но причастен. При всем при этом, продумав какую-то идею, визуализировал, в системе трехмерного моделирования, там, на бумаге, все сошлось, все красиво, начинаешь ее воплощать в жизнь. Сейчас я расскажу, как я плавил чугун в прошлом видео. Была идея у меня совсем другая, я как блогер, ну, хотя бы раз в неделю должен выпускать видео, мы стараемся это делать, старая, я изначально хотел, там, две, два видео в неделю выпускать, но не получается, но стараюсь, то 8 марта, 23 семья, дети, то ли, то приболел, там, и так далее. Стали мы делать видео, идея какая была, сделать, выточить сверло с коническим хвостовиком на токарном станке. У меня есть ряд уже видео по изготовлению самодельного режущего инструмента. Вытачивать я его собирался из шестигранника, шестигранник перед этим заготовки отрезал, закалил, протестировал, даже там куски труб им поотрезал, ткалится нормально, все красиво отжигал и начал делать. В принципе, все получалось, делал я его, засверливал с торца путем смещения граней, там даже затыловку сбоку сделал, ну, все похоже, а вот уже, когда на горячую стал закручивать его, он слегка сложился, ну, как, закрутился, что это означает, у, в начале он там стал 28 миллиметров, а у основания 30 миллиметров диаметр, 2 миллиметра получился конус, ничего я только не делал, ну, так, так получилось, вот это я не рассчитал. Потрачено было много времени, сил, все это снималось на видео, материал, и, как бы, было, было это уже, по-моему, суббота, что-то надо было делать, поэтому был прогрет горн, он у меня был горячий, ну, и от безысходности взял обломок детали от бабки с чугунной, засунул нержавеющий горн, и поставил, включил газ на полную, но от меня уже ничего не зависит, посмотрим, что будет, прошел час, чугун расплавился, и так бывает, снял видео, надеюсь, вам понравилось, и так, собственно, с чего же я начал, каким образом я придумал идеи, друзья мои, ну, вот, нет никаких чудес, на самом деле, все это тяжелый труд, так, чтобы сел, раз, осенила лампочка, там, загорелась, и ты придумал паровоз, во всех его подробностях, нет, все это прорабатывается, все эти технологические, какие-то, отдельные, и приемы, и детали, все это прорабатывается, просто, владея пространственным мышлением, там, работая в компасе, зная, как поведет себя материал, имея опыт, я имею преимущество, имею преимущество, во-первых, это делается быстрее, во-вторых, я не трачу материалы, время на все это дело, я вот реально могу, там, день просидеть, и все это продумывать, опять же, это может ни к чему не привести, так же, как и, если подгонять по месту, можно, два-три дня, проработать сваркой-болгаркой, но я думаю, вам это знакомо, кто занимался, это нормально, то есть, когда ничего не получается, это нормально, и ты приобретаешь опыт, и он тоже очень важен, и нужен, все через руки доходит, друзья мои, вот так, нет никаких чудес, а вот такой вот станочек, тоже тут много разных идей, пиноль, пиноль задней бабки, но это все, забегаю вперед, надеюсь, воплотить его в жизнь, вот эти корпуса, подшипников, или опоры бабки, будут все из алюминия, преследовав главную задачу, при изготовлении, это довольно маленький, токарный станочек, вот, можно видеть, 780 миллиметров, от начала и до конца, всего расстояния, маленький настольный станочек, главную цель, я преследовал, сделать его, как можно проще, много самодельных, токарных станков, в ютубе, но все они фрезерованы, но я бы, наверное, тоже так сделал, но стараюсь, вот, из, из, восьмого, швеллера, ладно, это все, это все уже, я надеюсь, потом, надеюсь, друзья мои, видео было для вас полезным, надеюсь, вы не потратили время зря, при его просмотре, всем творческих успехов, друзья мои, до новых встреч,